всем привет сегодня рассмотрим новинку от компании f-150 покажу основные характеристики данного девайса модель называется f-150 air ultra ну вот как и так довольно таки напичканный аппарат разными характеристиками экран здесь 6.8 full hd качество 120 герц это уже неплохо 12 android так и собственно говоря как бы основные характеристики здесь заканчивается памяти здесь 8 256 здесь nfc быстрая зарядка ну в общем все остальное сейчас более детальный в коробке у нас блок питания и я уже сказал что быструю зарядку он поддерживает если что нажмите на паузу посмотрите здесь по сути дела 33 ватта и заряжать он должен чуть больше часа так это блочок ну и тайп си на тайп си вот такая у нас история сам девайс есть несколько цветов есть белый цвет этого девайса есть черный и не вроде бы как под стекло и только вот эта модель цвет называется клён мэйпл вот ну вот как то так довольно тонкий можно сказать что это самый тонкий защищенный смартфон пока по крайней мере который мне попадался в руки вот и очень такое приятное на ощупь в подкожу задняя спинка можно сказать такой эксклюзив от компании и так на задней спинке у нас блок камер основная камера здесь кстати 64 мегапикселя что тоже неплохо ну скорее всего это расширение 64 мегапикселя дальше есть ночная подсветка ночная камера 20 мегапикселей ну и все и по камерам здесь все здесь две камеры 64 и ночная 20 и вот еще есть термометр можно измерять температуру некоторых тел в том числе тело человека само собой но есть ограничение есть минимальное ограничение есть максимальная данного датчика температуры экран собственно говоря сам 6,8 дюймов full sd сверху у нас ничего нет у данного девайса нет как видите джека для наушников так сейчас настрою вот нет джека для наушников пустота у нас по углам такие вот бампера с левой стороны кнопка которую можно настроить на три команды и лоток для sim card ну и карты памяти в том числе такая вот накладка прикрученная винтами снизу у нас разъем type-c какие-то две штучки такие непонятные для чего они для чего они скорее всего здесь микрофон под одной из них это точно но динамик у нас все-таки на тыльной стороне и правая сторона здесь кнопка включения выключения качелька громкости и кнопки ни одна из них не люфтит также вставка прикручена винтами и кнопки включения находится также дактилоскопический датчик как видим разъем type-c у нас ничем не закрыт нет никакой заглушки надеюсь конечно вода туда не будет проникать так и по документации у нас вот такой комплект также есть скрепка для лотка сейчас мы посмотрим что там и вот еще плюс в том что положили защитное стекло не пленка а именно стекло очень даже хорошо в отношении лотка смотрим нужен так нужна такая вещь чтобы подковыривать сидит очень плотно у нас есть резинка которая не позволит проникнуть в воде ну и собственно говоря либо две наносимки либо наносимка и карта памяти можно будет совмещать ну что будем запускать настрою и мы продолжим с вами знакомиться с этим девайсом так ну вот так выглядит launcher конечно на любителя такие вот восьмиугольные значки по верхней шторке в принципе все стандартно как в андроиде 12 покажу сразу довольно яркая вспышка 4 светодиода дальше вот интересный момент здесь есть возможность отключать доступ к микрофону и к видеокамере и принудительно соответственно включить то есть вы не сможете снимать да или не сможете звонить пока у вас отключен микрофон но вот как так вот такие настройки здесь есть есть модуль nfc тоже здорово что не проигнорировали поставили его это отлично и вот есть возможность пользоваться термометром так например измерять на температуру человеческого тела объектный режим режим окружающий ну я например проверял разогретую в микроволновке еду но он принципе более-менее адекватно показывает проверить конечно это нужно иметь дополнительный например термометр ну к примеру да вот рука так измерение 35 и 2 ну поверим поверим что так и есть вот можно пользоваться термометром какие есть у нас приложения в данном девайсе установлены есть диктофон диск заметки камера карты сообщение телефон тот же самый термометр есть ящик с инструментами сейчас его рассмотрим антуту это я установил троттлинг проверял есть fm радио вот но к сожалению нет джека для наушников поэтому либо нужно пользоваться переходником либо наушники через тайп си но интересно что в других моделях но немного раньше были более простых там тоже нет джека для наушников и не предусмотрено даже использовать вот не переходник не наушники через тайп си то есть по сути дела приложение есть но функции вот такой использовать тайп си для наушников просто не завезли скорее всего нет того контакта до который отвечает за использование наушников через тайп си но как то так сожалению проверить не могу у меня нет ни переходника не таких специальных наушников я пользуюсь bluetooth наушниками так что как бы мне этот нюанс не проблема так что я еще хотел показать настройки вот о самом телефоне есть информация модель air 1 ультра android 12 у здесь на борту и конечно я сомневаюсь что до 13 он обновится так могут быть системы безопасности обновлять и кстати вот обновление небольшое прилетело до 40 мегабайт обновили систему безопасности но вот не более того такая вот ситуация и в данном случае вот можете посмотреть какая у меня прошивка поставьте на паузу если вам это будет интересно вот так что супер обновлений данное устройство сильно не балует своих пользователей информация о процессоре что он до 2 гигагерц работает разрешение экрана батарея 5000 размер экрана 6,8 дюймов ну и 8256 это память что очень хорошо как по мне такой предусмотрели здесь дополнительная дополнительную память хотя я показывал что лоток для сим-карт либо две наносимки либо наносимка и карта памяти то есть принципе лоток поддерживает дополнительную карту памяти дальше какие еще здесь есть есть возможность настроить безопасность кстати я настроил отпечаток пальца и срабатывает все нормально но с некоторым замедлением с паузой так сказать вот что еще в настройках по поводу яркости экрана скажу что в принципе как для IPS довольно неплохая яркость по максимал очки а вот минималка как мне кажется немножко завышена ну в солнечную погоду до нужно присматриваться но кстати вот в отношении экрана скажу что по качеству меня приятно удивило все-таки full hd 120 герц довольно неплохо отрабатывают есть возможность настроить поставить 60 120 кстати нет промежуток снова либо выбрать автоматически и сам смартфон будет уже регулировать автоматикой ваш экран его обновление так вот мигает вспышка смотрите перед при входящем звонке можно такие настройки сделать активация в вертикальном положении так вот разделение экрана скриншот тремя пальцами то есть вот эти вещи здесь присутствует можно их настроить в отношении звука здесь моно монофонический звук в принципе динамик достаточно громкий но присутствует больше высокие частоты про басы я ничего не могу сказать их здесь просто нет очень хорошо что каждая симка под каждую симку можно настроить отдельную мелодию так и что еще в настройках из коробки у нас была куча свободного места около 20 гигабайт занято некоторые я установил к вот кстати есть возможность установить виртуальную оперативную память то есть добавить 8 плюс 8 у нас получится вот и устройство перезапускается естественно кстати загружается достаточно быстро то есть очевидно что здесь ufs 2 2 и 1 в луч в худшем случае то и 2 и 2 стоит и сейчас покажу как у нас работает что показал троттлинг тест вот и также что показывает antutu в отношении antutu вот триста восемьдесят четыре тысячи баллов напомню что здесь helio g99 довольно шустренький процессор есть информация об устройстве название модели 12 android видеопроцессор mali g57 разрешение экрана так вот 8 оперативка большая часть оперативной памяти у нас здесь свободно в отношении теста памяти 42000 это как раз говорит о том что здесь ufs 2 накопитель внутренний поэтому устройство работает достаточно быстро два ядра у нас а 76 cortex и 6 ядер более простых cortex а 55 до 2 и 2 гигагерц кстати да это именно более сильные ядра а 76 до такого до такой частоты они разгоняются частота обновление экрана 120 герц да есть такая возможность вот в отношении основной камеры у нас вот какая информация 64 мегапикселя и светосила 1.9 довольно неплохо поддерживается видео стабилизация фронтальная камера кстати да не 16 а именно 32 что тоже довольно неплохо светосила 2.0 тоже видео стабилизация поддерживается по батареи скажу что родная зарядка заряжает чуть больше часа вот 33 ватта и ну нужно постараться чтобы на целый день хватило то есть садится он тоже достаточно быстро но все-таки герцовка повышена да может быть для экономии заряда можете поставить на 60 герц и тогда немножко дольше он проживет ну вот за счет быстрой зарядки в принципе можно не переживать но на целый день нужно постараться чтобы хватило то есть такая история так в отношении подключения gps тест тоже сейчас покажу его вайфай двухволосный nfc есть bluetooth соответственно присутствует по датчикам скажу что их здесь больше половины по списку вот если хотите поставьте паузу и посмотрите какие именно здесь датчики присутствуют так в отношении сейчас секундочку еще покажу мультитач какой у нас мультитач очень отзывчивый вот вопросов у меня к нему лично нет довольно адекватно он работает и увидите в принципе рамки как для защищенного но это кажется так более тонких вы особо не найдете устройство действительно очень тонкая как для защищенного смартфона здесь чуть больше сантиметра вот и очень приятно лежит удобно лежит в руке поверхность у нас матовая такая спинка под кожей я говорил цвет очень классный она не пачкается кстати и отпечатков пальца не оставляет где остаются отпечатки пальца вот это скорее всего на блоке камер вот так по gps тесту я вам покажу что очень шустрый здесь стоит датчик gps очень быстро ловит в поле зрения появляется вы видите много спутников и больше половины из них он просто с ними коннектится и точность увидеть один метр поэтому как gps навигатор очень очень адекватный данный девайс это его плюс так вот покажу вам что у нас в отношении троттлинг теста тоже мне приятно удивил довольно неплохо здесь оптимизирована работа системы я ставил на 100 потоков полчаса и вы видите картина довольно таки приятная по гипсом 207 максималка 201 среднее и минимально 180 для игрушек вполне себе неплохой девайс можно пользоваться им в игры вот в отношении видео здесь настройка только вот 720 пикселей и 1080 это это 30 кадров в секунду видео стабилизация срабатывает неплохо в конце видео вы увидите примеры и фото и видео послушайте как пишет микрофон как отрабатывает видео стабилизация по фото особо ничем не удивил и вот кстати в отношении настроек фото здесь у нас но вот такая соотношение сторон видите выбор либо полный экран full 16 9 нет почему-то но странно 4 к 3 один к одному вот такая вот история ну и конечно есть ночное видение кстати здесь подсветка работает довольно неплохо то есть в хорошей темноте довольно на хорошее расстояние она освещает пространство фото тоже я приложу и 60 мегапикселей у нас соотношение сторон кадра только 4 к 3 не больше не меньше вот такая история вот что еще я хотел показать вам в отношении музыки и здесь есть такая вот интересная плюшка сейчас секундочку подключу интернет есть такая плюшка на задней стороне есть такая как бы светомузыка можно и так сказать вот и как это все выглядит к секунду но звук вы слышите довольно такой писклявый конечно здесь динамик да он громкий но никаких басов особо я не заметил но вот такая интересная история и в отношении примера видео с youtube сейчас покажу вот такая вот качественная картинка углы обзора тоже очень-очень неплохие так ну вот реклама углы обзора хорошие звук вы тоже слышите так что очень даже неплохая картинка то есть довольно таки приятный экран очень насыщенные цвета и по яркости и по цветопередаче только приятные впечатления вот ну и я уже говорил что герцовка здесь тоже меня приятно порадовала герцовку можно настроить есть вот кстати настройка этих огоньков есть цветомузыка индикация уведомлений так что вот эти вещи вы можете использовать и как индикация пропущенных событий уведомлений так называемые ну вот все это настраивается пожалуйста отключение когда даже по времени по яркости обратите внимание тоже можно их настраивать можно очень ярко можно минималку поставить такие три положения так сказать вот еще раз напомню что это f-150 air 1 ultra довольно неплохой бюджетник защищенный смартфон с быстрой зарядкой с nfc внешний вид но лично мне понравился вот в данном данный вариант стекла не так выглядит симпатично этот кажется самый такой подходящий для данного девайса видео снимает тоже неплохо стабилизация отрабатывает хорошо так что смотрите в конце примеры фото и видео пишите что думаете о данном девайсе его цена ну скажу что примерно 220 30 250 долларов иногда на алиэкспресс но вот за 220 меньше в принципе со скидками можно его найти пишите что думаете подписывайтесь ставьте лайки и хорошего настроения пока пока это f-150 air ультра пишем full hd качество слушаем как записывает звук и как срабатывает видео стабилизация ну а насчет фокусировки ну вот как то так они а и Субтитры подогнал «Симон»